Если сейчас встречаем четвертого, даёте подзатыльник. Как обещал. Люди становятся на колени, что-то целуют. Комбара вообще никакой. Деревянный. Ничего не понимает. И одна из шуток, которая написала, была «Цой подавился огурцой». И всё, мы будем отдыхать. Хватит уже вас развлекать. Вот она, наша капсула. Вот, Настюха. Короче, капсула — это отдавившая вещь. Здесь не развивается клаустрофобия. Но для меня 186-сантиметрового — жутко мало места. В розеточке прямо угловые расположены. Смотри, что-то луком зарядишь. Душно. И вот эта штука дует, конечно. Нас даёт такой шум, что включать её здесь можно только днём. Когда нас здесь не бывает. Так что... Не знаю даже. Капсульность, возможно, не моё. Ну, ещё залазить на второй этаж сложненько. Ну, вон, что вчера ещё купили. Тепиоку. В корейском магазине. Тут неподалёку есть такой магазин. Вернее, такой ресторан. Белый журавль. И у него в подвальчике есть вот такая вот штука. Что делать из тепиоки? Я не знаю. Тут написано. Варите, сушите, поливайте сиропом, кушайте. Ну, я традиционно, конечно, ко всему бы добавил какого-то бекончика. Вот. Купили мы это. Рублей за 150, по-моему. Но в индийских специях, которые напротив чеборечной дружба, дешевле было. Дешевле. Тут у нас в Москве ещё одна разновидность. Снега пошла. Но сегодня он такой крупный, пушистый. Умиротворяюще. А мы вот идём по земляному валу в сторону галереи Гарри Татенсяна, чтобы посмотреть на работы бельгийского художника-провокатора. Второй бельгийский художник за два дня Вима де Львуа. Или де Льво. Чёрт его знает. Красота же. Это театр на Таганке, кстати. Да и вот снежок ещё больше. Сегодня говорят, даже самолёты не садятся в Домодедово. Из-за таких погодных условий все отправляют в Шереметьево. А вот мы уже и почти пришли. Вот тот горбатый мост вдалеке, как раз через набережную реки Яузы, переведёт нас вот к тому большому серому коричневому зданию. Вот мы приблизились к галереи Гарри Татенсяна. Она совсем небольшая. Гарри Татенсян, как многие советские люди, в непростые 80-е и начале 90-х уехал из СССР, хотя здесь родился. У него были свои галереи в Германии, в Штатах. И когда ситуация с арт-рынком в России стала более-менее приемлемой, на стыке десятых и нулевых, он приехал сюда и организовал здесь эту галерею. Сейчас здесь проходит выставка Вима Дельвуа. Это очень-очень известный бельгийский художник. До этого здесь проходили выставки Демиана Хёрста. Ну, вы понимаете, сколько стоит Демиана Хёрста привезти в Россию и на какую сумму работ здесь было. Вот. Кейчатана Ами мы здесь видели, известного художника японского, очень шизофренический, апокалиптического, как, наверное, и все современное японское искусство. вот сейчас мы идем сюда смотреть на раскрашенный ориентальный ламборджини, на свиную кожу и на самую известную работу, наверное, аппарат по производству фекалий. Такая вот галерея совершенно небольшая. Буквально три зала. Первый зал как раз и та самая чудесная машина по производству фекалий. Клак Акватро. Представляет из себя имитацию пищеварительной системы человека. здесь находятся жизненно участвующие в пищеварении жидкости. Ну и, соответственно, здесь на выходе получается то самое продукты жизнедеятельности. и, соответственно, эмблема этого проекта. Думаю, все этого приятного лысого мужчину узнают. здесь продолжение этой идеи. Дорожный набор. Если вдруг вам понадобилось немножко фекалий произвести по дороге куда-нибудь в путешествии в конце концов. Так вот, маленький набор реторта или как это там называется. Такая вот бытовая мясорубочка. красота. Еще одна вещь, на которую Вим Дельвуа известен, это татуировки на свиньях. И да, это настоящая свинья. И уж не знаю, живой свиньей это все набивалось или нет. Но думаю, что он живой, поскольку небольшой я, конечно, знаток татуировального дела, но мне кажется, что на мертвую плоть татуировка не сядет. Как, например, на мертвую плоть не садится обычное человеческое средство для макияжа. Поверьте, я наблюдал как-то раз попытку сделать макияж погибшей девушки и сделать обычными бытовыми средствами это непросто. но это, конечно, уже чистое украшательство. Одно произведение искусства я не заметил. Нет, это не оно. Возможно, именно потому, что оно здесь я и не заметил. Интересно, он заряжен. Во втором зале расположены вариации на тему вооружения и военных конфликтов. я в достоверности не знаю, что это за игра. Возможно, она тоже какая-то абсолютно мистическая и выдуманная. а вот здесь оружие сделано из обычных бытовых предметов. Но я думаю, объяснять это не стоит. Каким образом к примеру, костыль и оружие друг с другом соотносятся логически. Хотя, конечно, не оружие калечит людей. всем известно. Собственно, зал третий и последний. И в ней можно увидеть еще одну известную работу Вима де Львуа. Это корпус от настоящей Мазератти, расписанной в ориентальных мотивах. И одна из его деталей, соответственно. Я полагаю, что одна из его деталей. Также в ориентальном мотиве исполненная. но здесь чуть менее тонкая работа. Все-таки роспись на Мазератти выглядит очень внушительно. Ну и завершающая часть экспозиции. Просто закрученные в бесконечной спирали. то ли то ли велосипедные шины, то ли какие-то еще. Не знаю, я на велосипеде кататься не умею. В общем, вот это и весь музей всегда привозят сюда небольшие экспозиции, но очень значимые и от очень больших известных художников. Так я впервые увидел здесь Хьюрста, так я познакомился с таким художником, как Мэтт Колешу. У него абсолютно здесь, в этом зале была фантастическая работа. Здесь был темный занавешенный экран и создавалась проекция дуба из Шерватского леса. Выглядело грандиозно. Такая вот небольшая галерея и главное к чему готовьтесь охрана будет ходить просто и дышать вам в спину. Но это неудивительно учитывая стоимость представленной здесь работы. Они добрые на самом деле внутри. Мы сейчас неподалеку от галереи Гарри Тетенциана буквально в 15-20 минутах ходьбы на Хохловской площади в месте которое получило у народа название Яма. Собственно что представляет собой Яма? Это археологический парк под открытым небом. То что вы видите это не просто камни это часть так называемой стены белого города. Объясняю по простому. Раньше весь город был обнесен тремя стенами Кремлевской где сейчас соответственно Кремль там жили люди потом Китайгородская стена где проходила торговля жили горожане и третья стена за которой город заканчивался это стены белого города там располагались храмы монастыри ну и остальные строения здесь как вы видите достаточно большое пространство его в свое время хотели отдать под застройку но во время раскопок и подготовки фундамента обнаружили качественно сохранившуюся часть этой древней стены и горожане по программе активный гражданин проголосовали за то что же должно быть на месте этих археологических раскопок и в качестве варианта 65 процентов голосов набрала идея археологического парка здесь можно видеть вот такой амфитеатр сейчас здесь в теплое время года собирается молодежь это стало одним из модных пространств для встречи с друзьями помимо прочего у ямы есть даже свой инстаграм и определенные но не смотрящие но активисты которые в интернетах во всяких всем кто здесь будет мусорить и плохо себя вести обещают руки поломать ноги и прочее вот здесь собираются ребята пьют вино кушают пиццу фактически это место стало неофициальной площадкой для заведения пинца майстрелла некой летней верандой здесь собираются ребята кушают пиццу пьют вино не мусорят хорошо себя ведут здесь вроде как хотели проводить какие-то концерты мероприятия но понятно что поскольку это археологический парк и здесь вот находится та самая стена белого города это все осуществить не так просто поэтому это всего лишь некое место притяжения молодежи сейчас здесь никого нет потому что сейчас среда день только начинается сейчас час дня вот так что будете летом в Москве заходите сюда здесь будет шумно много народу это что интересно с двух сторон у этой ямы проходит движение очень активное там дороги с высокой проходкой и эту яму не так-то просто найти мы прошли мимо нее и даже не заметили крадешься выбираемся из ямы идем в пиццерию пинца маэстрела я показывал ее уже она открылась на даниловском рынке и здесь буквально в 70 метрах по карте будет находиться их первое заведение собственно почему пинца это особый римский вид пиццы готовится он из теста холодной длительной растойки из трех сортов муки соевой рисовой и пшеничной название появилось по названию одного из учредителей учредители это два итальянца позже к ним присоединился третий но самой звучной фамилией из них из всех была фамилия маэстрелло поэтому так и было названо это заведение здесь есть как классика так и ангарные пиццы с артишоками миндалем трюфелями и прочим собственно вот оно а вот там вот яма вот ее уголочек там видать вот мы не на месте Настюха пошла делать заказ все заказывается самостоятельно на стоечке вот мы сделали наш выбор вышло в 900 рублей две штуки пармежана у Настюхи но что по вегану по вегану угорело по вегану что вы понимали пармежана она с баклажанами как я понимаю какой-то напиток на гриле на гриле баклажаны ну а я взял с картошечкой и с бекончиком я же простой русский человек в общем в меню у ребят 22 вида пинсы 6 салатов 2 супа и напитки алкогольные безалкогольные винишко грампа даже 350 рублей за порцайку цены на пинсы разнятся от 250 рублей до 500 салаты там до 550 супы по 250 но недешево как всегда но мы же сердце нашей родины в городе герои в конце концов здесь вообще везде не очень дешево вот она 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 как-то довольна своими баклажанами салфетки тебе не положено прогуляемся по поверхности покажи как ты будешь есть это ножом и вилкой мне почему только нож достался ну ладно стыдно стыдно мне Настюху уже мучить она вопрошала несколько часов где еда где еда сейчас она что-то восклицает боже мой попивая напиток он кислый горький кислый кислый значит натуральный тесто реально нежнейшее воздушное хрустит очень вкусно стоит того может мы просто не москвичи мы нищие петербуржцы а тут люди денег не считают похрусти давай я должен должен быть звук хруста давай ешь эту порку нужно верить что будет хруст мне нужен рассказ о твоих ощущениях можно брать одну пинцу на другое не 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 можно я на середине не наелся бы у меня больше суп взяла а? суп больше не взяла суп половина миссы и и вино а потом в магаз запиваться ну в общем мы положительно оцениваем этот опыт крайне положительно очень вкусно аля натюрель просто я доволен вот здесь по соседству с ними хинкали и хачапури но вот они видим закрыты мы тут подумали что хачапури по аджарски это тоже в своем роде вид пинцы но только такой так скажем ориентальный вариант вот люди здесь самоутверждаются вот таким вот образом вот дальше идет неизвестная желтая дверь собственно сама пинца и что самое главное дальше через пролет есть еще одна пиццерия сейчас посмотрим в окна к ним что там 100 тысяч человек сидит и тут все дорого ой тут все дорого-богато дорого-богато и и народ тут не особо ну не близко вот к этому не пьяча русскому человеку встреча еще один если сейчас встречаем четвертого даете подзатыльник как обещал на самом деле по-хорошему пинца дико нажористая вот прям я покушал и я доволен когда я потому что вы насилие и когда я смотрел в заль я думаю ну блин ну что-то она какая-то маленькая но упала на кишку она знатно не жалуюсь поэтому но в целом очень вкусно на самом деле все поездки вот где мы прям были я вот рекомендую пардес или пардес вчера вот мы были в том месте с еврейской кухней и вот это конечно тоже очень вкусно а больше так что прям порекомендовать ну не знаю как известно Москва она построена на холмах и вот здесь-то отлично видно по улице Забелина у стены Анна Притеченского монастыря вот такой вот заметный спуск вниз и как раз таки к этому монастырю мы приближаемся сейчас я расскажу вам о нем чуть поподробнее ну и вот о той красной церкви но чуть позже вот мы забрались на Ивановскую горку к Иванов Притеченскому женскому монастырю действительно один из самых старых основан в 15-м аж на веке что я могу сказать про этот монастырь сейчас это женский ставропигиальный монастырь если кто не знает что такое ставропигия это церковное учреждение которое подчиняется не епархии местной а непосредственно патриарху и патриархату здесь в свое время хранили основатели секта хлыстов но поскольку хлыстов не очень любили как и всех раскольников их благополучно вырыли здесь и выкинули за пределы тогдашнего города вот просто взяли и выкинули в 17-м году естественно монастырь был закрыт разграблен и здесь в 19-м году был организован концлагерь для военнопленных насколько я помню но потом здесь случилось очень интересное учреждение здесь учредили институт по изучению преступников и считалось что содержаться в этом месте достаточно неприятно поскольку здесь оказывало психологическое воздействие на заключенных с целью узнать их психотипы изучить склонности к преступной деятельности вот ну и возможно здесь проводились какие-то конечно жестокие достаточно вещи сейчас мы пройдем на территорию монастыря погуляем я вам покажу такие дела там монастырское оливье и монастырский крабовый салатик там есть рыбное заливное что там есть догадайся с чем там есть чай с коньячком называется он печеночный чай печеночный уж и не знаю ну давай шути а чай-то с чем что ты не томи ты не меня томишь не знаю там какие-то травы я не знаю в какой виде там печени наверное это значит что типа очищает печень возможно вряд ли это чай с печенью но это полезно это монастырские о здесь есть целый кафетерий представьте себе монастырской трапезы здесь все что вы любите вот особенно меня волнует салат из риса с морепродуктами очень сексуально это все находится в районе солянки так как я уже говорил на Ивановской горке и действительно со всех сторон сюда надо подниматься здесь даже водятся экскурсии поскольку это исторический райончик вот собственно уже первое здание больничного корпуса и здесь как раз таки говорят про превращение монастыря в концентрационный лагерь но при этом здесь проживали монахини небольшой тут монастырь на самом деле нет тут пространства для гуляния храм конечно храм этот православный грустный храм здесь еще часть реконструируется все таки не так давно монастырь был освящен и передан после некой первичной реставрации часть пространства огорожена но это часть истории не шуточки вам вот собственно в этом кадре я прошел практически все исключая поворот коротенький в сторону храма неплохо что бы это не значило вот собственно мы дошли до этого красного здания церковь всех святых на кулишках собственно для меня она не представляет большой ценности да и для вас тоже просто хочу рассказать вам а почему она так называется дело в том что когда-то в этом самом иоанно-притеченском монастыре в 17 веке завелась нечистая сила а кулишки кулички это такие маленькие островки на болоте всем известно что Москва построена на болотистой местности именно поэтому и пошло вот это вот выражение у черта на кулишках или на куличках в общем то все что я об этом храме могу рассказать ну помимо того что это один из самых старых упоминающихся действующих храмов в Москве первые упоминания относятся еще ко временам Дмитрия Донского к 14 веку тогда он был деревянный ну естественно поскольку Москва пережила множество пожаров ничего от тех времен не сохранилось церковь множество раз перестраивалась ну и еще традиционная грустная история о том что когда-то здесь расстреливали людей во времена советской власти наверное было бы здорово если бы кто-то написал монографию о судьбах московских и вообще русских храмов соборов во времена советского союза я думаю что такая монография уже написана и человек который взялся за этот труд большой молодец для истории и для нашей русской культуры конечно сегодня здесь выставляются мощи и сапожок святого Спиридона Тремифунского вот так что там наверное сейчас интересно на самом деле я припалил что там внутри при этих мощах стоят сотрудники службы безопасности такие страшные дяди поэтому я там снимать не стал а то всякое бывает сапожок того не стоит в общем ну вы понимаете что там сейчас происходит люди становятся на колени и что-то целуют нормально традиционно тут вот в районе солянки можно заметить что даже в будний день во сколько там в три с чем-то часов часа даже в три с чем-то часа тут дикая движуха здесь очень много всего и не жалко людям вот лазить вверх и вниз вот мы и в галерее на солянке здесь проходит выпуск выставка Бергман метаморфозы это это Вы сами можете понять, что это место, место визуального искусства, того искусства, которое движется не у парта, не кинетического искусства, а именно медиа-искусства. Этому посвящено целиком галерея на Солянке, что отличает ее от остальных галерей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... спартак дома на открытии арене принимает санкт-петербургский зенит счет пока не открыт спартак пробивает штрафной комбара вообще никакой деревянный ничего не понимает ещенко получивший прошлом матче повреждение играет сегодня в особой каске которая защищает его голову а а Друзья, поучительную, предпраздничную сказку. Поздравьте нас. А еще лучше, вышлите ящик декилы и вертолет, перевязанный ленточкой, на остров, затеянный в Тихом океану. Где, поцепопы, ха-цепопа, ч-у-ч-ч-по-гры, на экране появляются буквы. Рождественская истерия. Пьеса в одном действии и одном противодействии. Герои. Бог. Сисадмин. Иной Бог. Один. Иной Бог. Два. Акт первый. Он же единственный. Палаты султана-демок. Я нашел вам повелитель вкусного еретика. Только сразу не сожрите, а послушайте пока. Он какой-то там программер или что-то как-то так. Ну, такой со свитерами бородатый не мог вам. Этот высерк из Малкута отписался в бложек свой. И в течение минуты изобрется сам собой. В интернете на просторах паутины и дерьма. Высокодуховный вскор электронного ума. Хуже востократчим вирус. Ипнажава и скайнет. И, к несчастью, самый цимус не удержит интернет эту штуку. Мирный блогер под воздействием ее Выползает из берлоги жрать собак и жечь белье. Через час такого дела, максимум через другой, Мозг становится фанерой, стружкой, дубом и сосной. Что прикажете, о Боже? Может, все-таки сожрать? Так ведь будет очень сложно эту йогу не справлять. Я, во-первых, не программер. Во-вторых, я инженер. Ну, а в-третьих, изувер. Что за нахрен? Почему я должен среди билы дня За каким-то сраным хуем Отправляться до тебя? Спал и никого не трогал на работе на своей. Вдруг хуяк и прямо на полку тащит получать люлей. Мне мозги вчера начальник раздербанил только так. Фигураль, как в стакане, там теперь любой елдак. Ну, а ты-то что за перец? Что за щупальца кругом? Ой, щепа! Да! За такую верность, блядь, молишься. Да. Я монстр. Чему я рад и Мир такого, Мир такого. Конечно, мы откровенно все прочтете. Слух. Уфишь взгляд, Шарчук щелкаешь, Али. Ты мне в ноги пасть обязан, За такую поиг. Извини. Вытерьем, Маршин, Попиздавал. Я бы вам Устрял в космос, Если бы ранее узнал. Ваше дело Семьи золи. Семьи золи. Или руды-то платье. И шкиф. Эрву-бодолею. Захотелось думать, блядь, Чем вам думать? Это дело Не для мозга, А без ябл. Все. Хорошо. Моленцы. Увидеть больше не хочу. Сисадмина Уволакиваю Ва И Амири. Где не могут Шрать Человекоподобные Межгалактические Анастасы. Что он изобрел? Ненависть К новому. Будь же Ёбаный Козел. Как Анастасия? Поражает? Это все правда? Ну да. На самом деле это просто Тупо по Википедии Все Сделано. А вот Он автор Этого интереснейшего Фильма Во всей 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 Во всей экспозиции Это Пока что Самая интересная История Из тех Можете почитать Об этом В интернете В Википедии Не много информации Но она есть Вот собственно Я заранее Это превьюшечку Не дал Мы сейчас Были в Государственной Галерее На Солянке Ну находится Она непосредственно На Солянке Где мы тут Лазили Сегодня почти Целый день Открыт Он был еще Этот музей В 1989 Году Для абстрактного И примитивного Искусства Но со временем Когда Медиа искусство Начало Набирать актуальность Появлялось Больше работ Когда Общество В целом Становилось Более цифровым Здесь Началась специализация На том Что мы видели Что я вспомнил Здесь была Выставка Когда-то Выставляли Дэш и Сноу Если кто знает Кто-то Дэш Сноу То Короче Это Многое Значит А ты Настюха Знаешь Кто такой Дэш Сноу Вот ты Почитай Это Вообще Дикий Чувак О Мы тут свернули С Большого Спасоглинищевского Как раз Тоже С Солянки И это Тоже Недалеко От ямы От Хохловской Площади Здесь Вот такой Дворик Мы его Обнаружили Абсолютно Случайно Этим летом Этим летом Когда приезжали Здесь Вот так Вот Все Красивенько Живенько Расписано Здесь Тоже Летом Тусуется Народ Здесь Пиццерия Камора Которая Возможно Петербургцам Известна Здесь Всякие Шмотки Продаются Модные Тоже Кофейни Ну и Вот А Ну конечно Рок-магазин Зигзаг Это Понятно И Магазин Dogma Боттлшоп Это Магазин Пивоварни Заговор Брюери Я Собственно Чего к нему Подхожу Я В него Не сходить Собрался А просто Рассказать О том Что он Здесь Есть Потому Как Мы Сейчас Идем В наш Любимый Бар Руль Который Тоже Держит Собственно Заговор Брюери Мы Идем Пить Вкусное Пиво И Тратить Последние Вообще Копейки Которые У нас Остались Вот А если Вам Нужно Хорошее Вкусное Пиво Недорого То Заходите Во дворике В Dogma Bottle Shop Это На правах Рекламы Ну Такой Они Нам Вкусное Пиво Они Нам Что Не Ну Нам Они Конечно Ничего Не Дают Но Скажем Народу Заговор Дает Вкусное Сейчас мы пойдем его пить Поэтому Можно Сказать Что Это Реклама На добровольных Началах Популя Популя Популируй Чуть Больше Чуть Активней Вот Я Что-то Сегодня Днем Еще Хотел Зайти Сюда Вам Показать А Что-то Мне Было Лень Еще Тут Большая Хоральная Синагога Вот А Еще Говорят Где-то Здесь Тусуется Всякая Требья Панковская Ну Такое Панки Говнари Я их Даже Тут Видел Вот Таких Людей Ями Не Приветствуют Но Они Туда Не Ходят У Них Свои Как Б Точки Ай Ну Вот Доказательство Моих Слов Началось Ну И Вот Это Мне Кажется Вот Посредством Этого Лозунга Можно Отделять Зерна От От Говнарей Панки Хой Цой Подавился Огурцой Да Вот В этом Фильме Там Была Тема Про Эту Ну В общем Про Женщину Про Эту Там Рассказывалось И Там Было Сказано Что Она Любила Всякие Шутки Из Жжей Писать На Обоях В общежитии И Одна Из Шуток Которая Она Написала Была Цой Подавился Огурцой Чтобы Вы Понимали В английский Вариант Это Перевели Как Виктор Цой Чокт Бокчой Я Не знаю Это Было Это Было Российски Или Это Просто Такая Вольная Адаптация Что Вот Для всех Кто еще Не видел И Кто Бывает В Москве Нечасто Парк Зарядье Мы Идем Как раз В сторону Кремлевской Набережной Сейчас Там Будет Чудно Изогнутый Мост Над Москвой Рекой Они Вроде Подлатали Подлатали И Да Конечно Снегом Только Все Присыпало Вот И Подлаталось Вот Какие Виды Аж Новый Год То Скоро А Вот Адский Огонь Который Вы Вчера Наблюдали И думали Что Москва Горит Я Вот Не знаю Что это На самом Деле И Руки У меня Заняты Но Я Обязательно Посмотрю И Видео Напишу Что Это Такое За Чудо Штука Ну Возможно Это Какая Нибудь Тепло Электроцентраль Тем Не менее Это Удивительно Что Прямо Вот Здесь Вот У Стен Кремля Виднеется Такая Чудесная Красота Вот Казалось бы Здесь Весьма Безопасно Но Тут Очень Скользко Как и В многих Местах Москве Вот Эти Настилы Скользковаты Все Все Таки И Вот Этот Вид Конечно Фантастик Вот Такая Вот Она Странная И Разная Красота Москвы А Вот Мы У Самой Стрелочки Над Водой Не Стала Еще Река Но Единственное Что Это Очень Странный Вид Это Очень Странный Вид С Излучиной Кстати Это Это Не Просто Парк У Парка Есть Концепция Здесь Якобы Высажены Растения И Меняют Друг Друга Четыре Типа Растительности То Есть Это Тайга Это Лес Это Вот Что То Еще Что Я Не Помню Поскольку Я К Зарядью Не Подготавливался И Собственно Почему Зарядье Потому Что Здесь Вот Неподалеку Ближе Кремлю Кажется Были Торговые Ряды И Соответственно Та Площадка Которая Находилась За Торговыми Рядами И Стала Называться Зарядье Но Постепенно Торговля Уходила От Стен Кремля И Соответственно Зарядье Некогда Богатый Район Москвы Ветшал Дешевел И В конце Концов Пришел В упадок Здесь Была Построена Красивейшая Не побоюсь Того слова Уродующая Абсолютно Весь Ансамбль Красной Площади Гостиница Россия Но Которая Благополучно Оказалось Никому Не нужна Почвы Туда Сюда Ходят Грунты Денег Нет Года Девяностые Тяжело Гостиницу Снесли Долго Здесь стоял пустырь Просто огороженный И Путем Вложения Многих Миллиардов Было Обустроено Вот это Новое Городское Пространство За Кремлевскими Стенами Говорят Распил Был Жуткий И мы Сюда Когда Приезжали Буквально Через Несколько Месяцев После Открытия Действительно Было Видно Что Все Так Было Уже Неаккуратно Подергано Ну Конечно И люди Постарались Которые Начали Здесь Первые Ежедни Различные Редкие Растения Цветы Попросту Говорят Вырывать И воровать Мы Так делать Не призываем Мы За сохранение Городских Пространств Целыми И невредимыми Даже Если Нам Очень Этот Цветок Понравился Вот оно Вчера Мы Не попали Сюда Было Закрыто Из-за Кремлевской Ёлки А Теперь Вроде Как Вроде Как Или Не Вроде Как Но По крайней Мере Мы Прошли Уже Сюда Пой Понравился Еще Сейчас Опять Еще Еще С Libya Прошу Может Сיר Чур Мы На Прав Чур Н freue Субтитры делал DimaTorzok Мне дадут просто страйк за все эти треки Даже он повернулся ко мне не тем местом А где у него нога? А я увидел, что вот конек отвалился Очень плохо, у Чебура нет ноги Пацаны тут в гум очереди Чудеса Все любят Новый год А вот каток на Красной площади Главный каток страны, между прочим Не абы что И вот, как вы думаете, Анастасия, почему он не работает? А может быть, потому что снегопад сильный? Ну хотя, блин, его почистить В общем-то Это очень быстро Выгнать 20 узбеков с лопатами А блин, за 20 минут все перекидают Короче, московские власти все как всегда сделали через одно место И поэтому пройти вот от катка дальше невозможно То здесь нужно стоять в той чудесной очереди в гум И через гум проходить Либо тут будет огромный крюк Из чего? Я делаю вывод Верьте гугл-картам Гугл-карты мне сегодня показали дикий крюк через Красную площадь И не советовали мне никак через нее идти Хотя тут было минут на 20 быстрее Они что-то знают Вот мы и пришли к финальной точке нашего пятидневного путешествия И теперь мы наконец-то можем отдохнуть Наш любимый бар-руль Но это не он Это какой-то рульный бар Он просто красиво расписан Поэтому я вам его показываю А сам руль Вот он За моей спиной Это проект Того самого заговора, о котором я говорил 27 кранов Все очень вкусно, очень круто Пойдем туда И все, мы будем отдыхать Хватит уже вас развлекать Что, Настюха? Пусы отрастили Вот у нас прекрасный барливайн Прекрасная негланд-трипл-ыпа И то, что мы любим Говядинка Шикарная, очень вкусная С большим содержанием белка Натуральными ингредиентами И прочими радостями О, там 27 кранов Брюдок, заговор, джоз Все, что вы любите в России Тут такое сейчас зимнее меню Без всяких кислячков Крепенькое пиво Для всех любителей Побухать, я скажу Здесь не разливают в 0,5 0,4, 0,3, 0,2 В зависимости от вида пива Такие вот дела Ну и, конечно, извините, ребята Здесь не разливают Балтику-девятку Козлов и прочих уйдут И музыка здесь соответствующая И атмосфера здесь соответствующая Так что Думайте сами А мы отдыхать Я не буду давать рецензии на это пиво Если что, можете подписаться на меня На сайте Антапт Оставлю тоже ссылочку в описании На свой аккаунт Посмотри там, что я вообще пью И что меня интересует И как раз увидите все пиво Которое мы видим сегодня здесь Сегодня у нас что? 26-ое Ищите записи мои в Антапте 26 декабря Все, что пьет Настюха И все, что пью я Будет там Вот такие вот дела Помнится, мы здесь бывали Когда посадка была небольшая Я не знаю, что это будет Это чудесные времена Ты убиваешь моих пифликов Это бонусный Это его не прошло Я не старался На самом деле, да Мы просто фанаты пифли игр И крепкого пива ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потихоньку заканчиваем нашу серию Про неизвестную и малоизвестную Москву Про интересные места И мы пришли, наверное, на Самое интересное место, которое только может быть Это площадь трех вокзалов Она же площадь Комсомольская Про нее есть даже сериал Три вокзала И там булдаков играет Дзен-бомжа Приезжайте сюда не сразу Перед отбытием А чуть пораньше, чтобы прогуляться Посмотреть Зайти в универмаг московский Покушать местную шавуху Посмотри, как здесь расправляются С маргинальными элементами Сотрудники полиции Или наоборот этого не делают У нас остался час до поезда Мы пойдем возьмем покушать Потому что мы сегодня кушали только один раз Этот выпуск уже выйдет, наверное, где-нибудь ближе к февралю Но мы все равно поздравляем вас Поздравляем вас с Новым Годом Всем желаем счастья Всего самого лучшего Вдохновения Все были, чтобы счастливы и здоровы И чтобы всем было хорошо С Новым Годом С Новым 2019 А мы отправляемся Купимся покушать в дорогу Попить в дорогу Все-таки Мы люди-то рабочие с Настюхой И завтра мы приедем в пол шестого В Петербург И мне на работу И ей на работу Потому что мы все-таки люди подневольные Мы не можем зарабатывать столько, чтобы Позвольте какие-то бесконечные путешествия Мы с работы Примчались на вокзал И сейчас с вокзала Заедем домой Кто что хочет сделать Я лично завалюсь спать Потому что я Наверняка дико устану Я не могу спать в поездах Особенно в сидячках Вот Настюха может А я туда просто не влезаю В силу комплекции Что, ребята, грустим? Но выпуски-то заканчиваются Что, Настюха? Копаешься там Поехали потихоньку Москва, усталость Это нормально Устала? Не устала? Заряжен? Заряжен Наверное Пастерился Пастерился Я хочу Я хочу Спасибо за субтитры! Продолжение следует...